Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Продолжаем изучать Тору, конкретно притчи царя Соломона. Всем привет! Шалом, бонжур, хеллоу и так далее. Доброе утро! Сейчас все собираются и мы сразу начинаем. Все, Алекс Чидиевич с нами, Дерни-Нивня. Все, Алекс Чидиевич сегодня обогнала всех. Да, Максим Перенчук тоже не успел сегодня. Обычно Максим Перенчук или Дерни-Нивня первые заходят. А сегодня Алекс Чидиевич всех обогнала. Да, Яков Шатадин, привет. Все, значит, сегодня урок Лейлу Нишама для поднятия души. Людмила Бат-Авра. Мы продолжаем поддерживать душу бабушки Беньямина, которая сейчас устремилась в лучший мир. И первые дни как раз она там проходит какие-то миры. И, значит, ей нужна поддержка. Вот мы поддерживаем ее душу, Лейлу Нишама, Людмила Бат-Авра. Все, для поднятия души. Теперь дальше. Мы продолжаем изучать Мишли. И сейчас мы подошли к 10 главе. К 10 главе. И она начинается, началась у нас, что снова царь Самон представился. Он говорит, Мишли Шломо. И, значит, пошло очень такие, сейчас пошли практичные советы. То есть, если посмотреть первых 9 глав, были посвящены тому, чтобы понять и осознать, насколько всем управляет Тора. Насколько Тора является основой мироздания. И как эта основа работает. И, то есть, была такая, первая часть, можно сказать, мотивационная. Мотивационная часть была о том, почему надо учить Тору и насколько это важно. Теперь начинается уже вторая часть. И здесь пошли практичные советы. Значит, вначале нам сообщили о том, что воспитание, что папа ребенка наказывает. Именно поэтому он его любит и воспитывает. И это важно для ребенка. Его именно поставить на правильный путь. А мама, она своей жалостью может ребенка портить. Жалостью и, ну, знаете, как тепличными условиями. То есть, в тепличных условиях не вырастают никакие мощные дети. Мощные люди. То есть, чем больше трудностей, тем больше человек растет и становится сильнее. Дальше нам сообщили во втором отрывке, что сокровища неправедные. Они, никакой пользы от них не будут, не помогут они. А благотворительность спасает от смерти. Дальше, третий отрывок мы дошли, что Бог не допустит, чтобы страдала от голода душа праведного. То есть, тот, кто хочет быть уверенным в завтрашнем дне, уверенным, что не будет голодать. Самый правильный путь это полагаться на Всевышнего и быть праведным. То есть, не делать зла. И тогда, даже если не будет еды, то Бог сможет от одного зернышка накормить. И дальше, вот мы подошли к четвертому отрывку. Четвертый отрывок звучит так. Десятая глава, четвертый отрывок. Сказал царь Соломон. Рож асе каф ремия. Бедность делает каф, это кисть обманная. Вот так, если прочитаешь, вообще непонятно. Бедность делает кисть обманная. Выйяд, рука, харутсим. Харутсим это энергичные, прилежные такие люди. Таашир, она даст богатство. Значит, Малбим здесь объясняет такой нюанс. Он говорит, вот есть люди, которые изначально, вот они не хотят работать. Вот они, вот не хотят они работать. Они, их как бы жизненная установка, меньше работать, больше отдыхать, больше развлекаться, больше тусить. Ну, вот такие вот. И они, к чему они приходят? То есть, они не хотят полностью рукой работать. Они хотят только кистью руки там, что-то пошевелить. И, значит, ну так как они хотят отдыхать, а чтобы отдыхать на все нужные деньги, то они начинают как-то обманывать. То есть, они начинают обманывать, чтобы меньше работать, больше получать. Есть другая категория людей, которые такие работяги, прилежные, энергичные. Харутсим они называются. Харутс, это как вот пионеры-первопроходцы такие, да. И говорит нам царь Соломон, что вот эта вот рука обманная, которая, кисть обманная, которая не хотят работать и готова обманывать, в итоге приходят к бедности. А те, которые прилежные работяги, они разбогатеют. Я задумался, да, то есть, царь Соломон объяснял это примерами из своего времени, всем было понятно. А как в наше время это выражается? Я посмотрел, кто самая богатая семья в мире, на сегодня официально. Самая богатая именно семья в мире. Потому что обычно один человек, он бывает заработал, но вот тут именно семья стабильна. В мире самая богатая семья, это семья Волмарта. Семья Волмарт и, значит, ее основатель Сэм Олтон ее звали. Семья Олтонова, он основал Волмарт магазин. У них сейчас 5000 магазинов по миру. Самая такая вот богатая семья. У них, по последним данным, 180 миллиардов долларов им принадлежит. Он вставал на работу, Сэм Олтон, он вставал на работу в пол пятого утра. И работал до смерти своей. Такой был работяга. И в конце жизни он написал книгу, написал книгу, как я создал Волмарт. И он говорит, если мои внуки не будут работать, я с того света приду и их заставлю. Он говорит, это говорит, как можно жить не работать. То есть, он был такой конкретный энергичный работяга, вот в чистом виде. Мы видим, самая богатая семья в мире. Яд Харуцим Ташир. Рука вот этих вот Харуц, энергичных и прилежных, она как бы разбогатеет. А кто такие бедность делает кисть обманная? Кисть обманная, это есть люди, я не знаю, ну таких примеров, в принципе, большинство, далеко ходить не надо. Большинство, да, большинство людей, 2 миллиона человек у них работает, да. Значит, большинство людей, большинство людей не хотят работать, не любят работать. И вся их, настрой их в жизни, это даже если они работают, то их единственное желание это не работать. То есть, они не хотят это делать. То есть, они, это как бы настрой 90% людей. Почему так получается, это другой вопрос. Но мы видим, что, а когда человек не работает и не хочет работать и не занимается любимым делом, то, естественно, он, где-то он как-то будет обманывать. Все. Так что этот отрывок мы проверили. Теперь, значит, пятый отрывок звучит так. Огер бакаяц бен мастиль. Значит, собирает летом сын умный. Нирдам бакатсир бен мавиш. И дремлет в жатву сын позорный. Мавиш позорный такой. Ну, вот, переводят здесь беспутный, но буша, это позор, значит, позорный такой сын. Есть такой мудрый, умный, а есть позорный. Значит, что опять? Опять непонятно все. Потому что, что за лето? Что за жатва? Значит, в то время каждый человек мог сразу же понять, что имел в виду царь Соломон. Было время жатвы, когда убирали урожай. А после него время называлось «Лето». То есть, вначале убрали урожай. То есть, вся жизнь была построена вокруг урожая. Потому что, ну, была главная еда. Во всех поколениях, во всех поколениях был голод. То есть, вот прямо мы живем, может, первое поколение, в котором мы не застали голода. Наши родители, у меня родители в детстве голодали. Они были еще во время войны в ссылке, не в ссылке, а в эвакуации. И отец реально, он, все его детство шло в том, чтобы найти что-то покушать. То есть, вот он до, там, 13 лет, как раз возраст, когда формирование личности. И у него, вот сейчас ему, слава богу, под 90. И у него мысли, вот те вот, которые в детстве заложились. И он все время думает и говорит только о том, что как еда, заготовки. Вот он весь в заготовках готовит, 80 ему там, 8 лет, слава богу. А у него 90% мышления, оно идет вокруг еды. Потому что он в детстве голодал. Если взять до этого, было вообще там голодомор, 30-е годы, 20-е годы, там, 100 лет назад. Был голод, каждые несколько лет был голод. Тора вся построена на периодах голода. Авраам пришел, Авраам Авину, про отец Авраам, пришел в Израиль. Пришел в Израиль, там голод. Он идет, спускается в Египет. Исаак, Ицхак, значит, там была засуха, а у него урожай в 100 раз. А у всех не было урожая. То есть, голод это был очень такой понятный, понятный язык, на котором Бог разговаривал с людьми. То есть, если ты там чего-то, ну, то есть, Бог это, голод был язык, на котором Бог разговаривал с людьми. Человек, кстати, вчера слышал интересную вещь, что именно в этой провинции, вот где живут вот эти вот китайцы, где начался этот коронавирус, да, это там у них самое жестокое обращение с животными. Что они, значит, животных живых сдирают шкуру, чтобы их мясо было вкуснее. Там обезьянам проламливают голову и едят мозги у живых обезьян, да. То есть, это, и что это типа коронавирус, мышей же едят они, этих летучих мышей, это же от мышей. И это им сейчас идет вот такое, как бы природа им мстит. Животные им мстят. Вот такое вот, да. Чтобы была Рифа Ашлама Михаэль Бенадель. Значит, чтобы была Рифа Ашлама Михаэль Бенадель. Хорошо. Теперь, значит, все знали, что есть время жатвы, есть время потом лета, уже все, все пожали. И летом занимались самые такие работящие, они же не ложились отдыхать. Они собирали уже тогда, сжали то, что посеяли, и ходили там, собирали всякие орешки, землянику, там, я не знаю, что они собирали, собиратели они такие были. То есть, они не останавливались. Теперь, говорится в пятом отрывке, собирает даже летом, когда уже убрали урожай. Сын мастиль, хотя много ты там не соберешь, но он все равно ходит, собирает. Там осталось, здесь осталось, там дровишек собрал. То есть, он все время такой, этот самый, ну, собиратель. А тот, который сын позорный, да, который беспутный, он даже, когда была жатва, когда надо было работать, и каждая минута дорога, потому что, если дождь пойдет, урожай пропадет, там, все. Он даже в это время дремал, он все время дремал. Теперь, ну, это же Мишли, это же притчи, тут есть еще более глубокий, глубокий уровень. А какой более глубокий уровень, что есть время для человека, время жатвы, самое важное время, это в молодости. Когда надо учиться, когда надо формировать себя и свое мышление. И вот молодость, когда, например, там, с 3 до 6 лет, это родители его формируют мышление. То, что родители ему скажут, то и будет. Уже там с 7 лет до 13 лет, это уже учителя, воспитатели и то, что он учит. Дальше с 13 лет до 20, это уже его ответственность, он должен учиться, он должен уже себя сам заставлять учиться, потому что после 20 лет уже у него закрывается формирование мозга. То есть, это очень интересно, что сейчас ученые доказали, что, например, если человека до 10 лет не научить говорить, он вообще никогда не научится, что у ребенка нейронов в голове в два раза больше, чем у взрослого человека, когда он рождается. И у него нейроны остаются, потом лишние нейроны, половина нейронов отмирает. Почему? Они были не задействованы. То есть, для того, чтобы нейронные сети и голова, ну, как компьютер запрограммировался, нужно, чтобы шли сигналы, сигналы, сигналы. Вот я в детстве занимался с 10 до 11 лет, я занимался где-то 15 видами спорта, разными. То есть, и у меня потом, когда с каждым следующим видом спорта, мне было все легче и легче, это называлось двигательно одаренный. Почему? У меня все тело и управление телом было развито там с 10-12 разных сторон. То же самое есть люди, которые учатся, знают 5 языков, 10 языков, они понимают и так далее. Но здесь царь Соломон нам говорил о самом важном знании, о торе. И он говорит, что умный человек, да, вот этот сын, сын мастиль, он даже уже, когда у него мозг закрылся после 20 лет, он всю жизнь продолжает учиться, он напрягается, он учится, он выстраивает. Ему уже сложно, это как уже собиратель вот этот после сбора урожая, уже много не насобираешь. Но если ты умный, так ты учишься всю жизнь. Теперь те, которые не умные, так они даже во время молодости, они в это время гуляют, отдыхают, дремлют, ну то есть расслабляются. Это вот пятый отрывок, очень полезный для понимания того, что вообще происходит. И еще раз нужно для себя делать выводы, что даже в любом возрасте надо учиться, надо развиваться. У меня есть примеры, вот одна женщина у меня ходит на тренинде, Елена Железная. Она выучила Евгения Анедина наизусть. Ей уже 55 лет, 4,5 часа она читает наизусть. То есть спокойно за год, каждый день она учила наизусть, я не помню, по несколько всего предложений. И за год она выучила Евгения Анедина, каждый день она учила. То есть что это доказывать? Я лично ее знаю, ей где-то лет 50, ну между 50 и 60, я не знаю сколько ей лет. Потому что она в это же самое время, она одновременно получила оранжевый пояс по каратэ, сейчас идет там какой-то следующий коричневый пояс. И закончила институт свою мечту молодости, у нее была мечта молодости стать актрисой, там что-то такое. Она закончила вот сейчас с красным дипломом институт, Плехановка, этот российский экономический университет, закончила по педагог искусства, там что-то такое. То есть она пошла все-таки в искусство. Хорошо, теперь это понятно. То есть это нам доказывает, что сын разумный даже летом, когда уже не время собирать урожай, он продолжает собирать и может много собрать. То есть если ты по чуть-чуть собираешь, так ты все равно можно и 80 лет стать кем-то. То есть интересно, мы смотрели, недавно фильм я смотрел про Рэй Крок, основатель Макдональдса. Он начал в 52 года. До 52 года у него он там продавал стаканчики, продавал миксеры и так далее. И он в 52 года, он нашел вот эту вот идею Макдональдса. Макдональдс, он правда был, конечно, как его моя дочка сказала после этого, посмотрев фильм, что он, надо фильм было назвать «Основатель какашка». То есть он такой был человек ужасный, вообще ужасный человек. Но тем не менее он, ну и умер он от алкоголизма, в принципе, и наследников не оставил. Но как бы, и я думаю, что он отмучился. Если я просто сейчас вкладываю в то, что мы сегодня учили, он всю жизнь пахал как проклятый, то есть он хотел разбогатеть. У него просто не получалось. И он реально, у него в 52 года, у него, ну как пишут в биографии, ему вырезали там у него пол щитовидной железы, артрит, язва там. Он больной, и он все ездил по всей стране и пытался заработать денег, не останавливался. И потом он заложил свой дом, когда он нашел уже вот эту вот тему, ну нашел эту тему Макдональдс, он все всем рискнул. То есть у него было очень сильное желание. Он харутс был, он работяга был такой. Это факт. Очень интересно, кстати, ну вот с этой точки зрения посмотреть, но почему он был плохой человек, он обманул их, он забрал у них это самое. Ну то есть он был как человек не очень. Значит, и шестой последний отрывок, шестой последний отрывок сегодня, значит, написано так. Брахот Лерош Цадик, благословение на голову праведника, Упиры Шаим и Хосе Хамас, Ирод злодеев покроет насилие. Это дословный перевод. Значит, благословение на голову праведника, тут понятно. Праведник делает добро, его все благословляют. Праведник помогает людям, делает добро, никого не обманывает, его все благословляют. Хороший человек, хороший человек, хороший человек, дай Бог ему здоровья и так далее. И то, что он выдает людям, оно к нему возвращается. Мы учили в Пертеевод, что тот, кого любят, Кольше Руаха бреет Ноа Хеймена, Руаха маком Ноа Хеймена. Каждый, что дух созданий, дословно не получается. Тот, кого любят люди, того любят Бог. Так обычно это переводят. С первой частью понятно. Благословение на голову праведника. Упиры Шаим и Хосе Хамас. Род злодеев и Хосе это покрывает, будет покрывать насилие. То есть первое понимание, говорят комментаторы, первое самое простое, что он сам покрывает, скрывает свое насилие. То есть злодей, он живет двуличной жизнью, он не говорит, что он злодей. И он пытается, он не рассказывает о том, что он плохого сделал. То есть он выставляет, пытается скрыть то, что он делает плохое. То есть, но внутри он знает, то есть он живет такой двойной жизнью. Второе значение это род злодеев покроет, покроет Хамас это насилие. Что имеется в виду, что все насилие возвращается. Возвращается и если мы посмотрим вот все, я помню, когда-то в детстве еще, в молодости, когда надо было собирать урожай, я смотрел разные фильмы, был как жертва СМИ, то есть мы все жертвы средств массовой информации, которые нам в голову качают стандартные схемы, что такое хорошо, что такое плохо, как надо жить, как не надо жить. И если мы посмотрим до сих пор даже, да, вот фильмы, которые идут по сейчас, там, сейчас идет фильм, например, называется «Джентльмены». Это Гай Ричи, такой режиссер, значит, он снимает все время «Карты, деньги, два ствола», фильмы про мафию. И весь мир смотрит фильмы про мафию, и люди, молодежь, взрослые, дети, они учатся вот этим моделям поведения, которыми, исходя из представления Гая Ричи, оперирует мафия. Но если мы посмотрим все равно все эти фильмы, то зло в этих фильмах все время наказано. То есть все самые главные злодеи, их убивают другие злодеи. Главные убивают неглавных, неглавные убивают главных и так далее. То есть все равно в итоге, если человек как бы вдумается чуть глубже и увидит весь фильм в, как сказать, итог этого фильма, да, суть этого фильма, то он увидит, что этот фильм подтверждает тоже то, что написано в «Мишлей», что уста злодеев покроют насилие. То есть в том же фильме, например, я в молодости смотрел когда-то фильм «Лицо со шрамом». Его убили. Всех главных бандитов в фильмах убивают хорошие парни. Всех убили. Всех, кто убийцы, их всех убивают. Все. И это то, что здесь написано, что уста злодеев покроют насилие. Значит, недавно мне рассказали историю, как один человек был в компании. И он начал в этой компании спорить и ругаться с другим человеком. И он начал некрасиво, грубо разговаривать и там спорить, отставить свою позицию. Ну то есть вести себя так, как нельзя вести. В это время в этой же компании находилось два человека. И один другого до этого момента почти уговорил дать тому очень, не просто там высокооплачиваемую работу, а именно тот мог заработать огромные деньги. Вот реально огромные деньги. И один человек, его друг, уговаривал другого человека очень богатого, чтобы тот в него вложил деньги и там все. И он его уже уговорил. И тут тот вступает в беседу. Причем они вступили в беседу. Какой-то теоретический спор вообще, к которому вообще это была чистая теория, которая никак не имела отношения ни к бизнесу, ни к делу. Просто это был теоретический спор, типа, как, знаете, бывает, про политику, про что-то. И тот начал очень некрасиво, грубо разговаривать. И этот сказал, нет, я денег в него не вложу вообще, то есть все, вопрос закрыт, я с ним не хочу иметь никакого дела. Это как раз вот то, что здесь нам царь Сламон сказал, что благословение на голову праведного. Следите за речью, будьте к людям добры. И как праведник, и надо жить как праведник. Помогать, быть добрым, все. И ни в коем случае не быть злодеем. Все, пожалуйста, напишите свои выводы. Мы сегодня изучили три отрывка. Было про то, что нельзя быть рука энергичных, жатва, жатва и лето, и третье благословение на голову праведного, а уста злодеев покроет насилие. Все, сделайте, пожалуйста, свои выводы, и с Божьей помощью, чтобы было на всех изучающих Тору благословение, от Всевышнего, во всех хороших делах. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok